Добрый вечер. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Рады видеть вас. Спасибо, Христос. А мы только из храма пришли, только-только вошли в комнату. А, вы еще, наверное, не трапезничали, мы отвлекаем вас. Нет, нет, нет. У меня заряжено, сейчас уголь засыпал, но тут холодновато. У нас сегодня 32 градуса мороза. О, ничего себе. У нас тут 3-4, и то мы тут все ощущаем, нам сложно. А 30, это, конечно, понятно. Ну, у вас нормально все со здоровьем уже? Ну, наверное, на этой неделе у меня тут болезнь была. Да, мы слышали. Пол дня. И вдруг сразу все исчезло, ничего нет. Но они вообще не могли определить. Все анализы положительные. Меня насильно в больницу повезли. Я глупый в этом деле, не берегусь. Ну, и они не могли определить. И так приблизительно писали. Воспаление костной ткани от переохлаждения. Ну, и, видимо, я тут носки связали с собачьим пухом там и шерстью. Все тепло стало. Ну, слушаю. У нас сразу спрашивают. Все записывается? Вы не против, что в интернет выставляем? Нет. Вы свои ролики видели? Да. Вы знаете, мы заходим. Мы же тоже пишем себе. Ну, мы пишем с нашей стороны. Ну, интересно, с вашей позовет. Но мы еще больше всего смотрим, как это вы назовете ролик. Название какое напишите. Нам это все время интересно, как вы его назовете. А какой ролик? Ну, назовите, как он назван был? Вот этот последний был назван «Шаг за шагом к родному дому». Да. Да. Вот мы… Интересно было увидеть. Вот. Мы наткнулись на события только что происходят. Ну, не только что. Вот сейчас происходят там в Иерусалиме. В октябре, по-моему, там началось. Вы, наверное, в курсе, что там начали реставрацию вот этого там центрального храма, в котором там храм Господень называется. И там плиту вот эту снимают. И говорят, что это какой-то беспрецедентный такой этот… Ну, шаг так на такой пошли, что как они могли договориться. А другие говорят, что все, теперь, значит, благодатного огня не будет. Этот благодатный огонь, как он? Не верю. Не верю. Сегодня уже доказано сто раз, что там обман, сплошной обман идет. И он не нужен. Там как эти арабы друг на друге ездят, кричат, и там какой ажиотаж. Нам чудо не нужно, Иоанн Златоус говорит. Зачем мне чудо? Чудес требует кто? Елены, говорит, требуют чудеса. Иудеи требуют чудеса, а Елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Есть ответ. Это не надо. Чудеса будет сотворять другой огонь с неба будет сводить еще. Один, который придет на три с половиной года. А то, что сейчас они по храму говорят, да вот Новый-то Дональд Трамп-то тоже об этом говорил. Что в конце концов эту мечеть должны отдать. Так что, тут тоже события подсказывают. Так бы сказать, такие умные люди, евреи. И с чего они так бьются за этот храм? Пророчество. Сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. И они будут смертно биться, чтобы вернуть вот этот клочок и построить, чтобы вассорить Машиаха. Это нельзя отойти. Вот я когда рассказываю об этом, с трудом люди вбивают себе мозги. Я говорю, знаете, всегда была инфляция в мире. На все. Но на одно не было инфляции в течение 700 лет. А что такое стоимость раба в деревянных башмаках? Почему? Захария предсказал. И заплатили цену оцененного 30 серебряников. Корова, вся вещь меняется. Это не меняется, стоит. Как только 30 серебряников заплатили, завтра цена уже была 50. Это пророчество. Я к примеру говорю. Это нельзя изменить. Было много там лошадей. Мог бы Господь сесть на лошади, на осле. Почему? Пророчество. Там могла быть машина, по-сегодняшему сказать, какая-то тачка или что стоять. Может быть, там было бы три осла, но именно два. На сыне подъеремный сын, это, значит, осленок. Почему? Сначала сел на ослицу, а потом на осленка пересел. Ослица это, которая груз возила, как иудейский народ исполнял заповеди, знали закон Моисея. А языческий народ, он дикий, необузданный. И он только что начал веровать во Христа. Видите, это заложено уже было. И изменить абсолютно это нельзя никак. Никак. Если он должен был в Вифриеме родиться, он только в Вифриеме. Почему? А чтобы это случилось, Кесарь издает указ, теперь он приходит и теперь записывает. Все пророчество исполнилось. А сама и вся перепись-то была до исполнения того, что предсказано было. Вот как. Мы должны благоговеть перед каждой буквой священного писания, которая оценена дороже всего неба и земли. И тогда у нас поров не будет. Бог сказал, ты должен наклонить голову и сказать, да будет, владыка, по слову твоему. Благо изрек Господь. Вспомнить, как Иезекия болел. Когда поров пришел и сказал, все богатства пойдут в Дамаск. Благо сотворил Господь. Как ему угодно, так он и сделает. Изменить нельзя. Ты единственное, что можешь сохранить себя не от опасности, а для Бога. Поблагодарить, что Бог Иегова так о нас заботится. Он нас наказывает. Благодарить и за все. За доброе, за худое. Как Иов сказал. Слушаю. Да, то есть это все звенья одной цепочки происходят. Именно так. Ясно. Так, еще дальше по разговору с Трифоном. Там прочитали, что он говорит, вот там уже этот иудей, с которым он разговаривает, говорит ему, ну хорошо, допустим, то есть уже дошли до стадии, что он согласился. Допустим, что то, что ты говоришь о Христе, это так. И допустим, что Иисус, это и был Христос, говорит, ну вот, говорит, если мы соблюдаем праздники Господни, там, нечистое, не едим и так далее, и при том веруем в этого Иисуса Христа, можем ли мы быть спасенными? И дай ответ. И тот ему говорит, что я тебе, говорит, дам ответ от себя лично. Говорит, но тебе могут дать ответ другие, ну, то есть верующие в Христа, они по-другому тебе ответят. А он ответил, что да, говорит, будете спасены, и верующие уже во Христа, они должны считать его за брата, за своего. Актуально ли это сегодня, этот ответ? Да, актуально, но тут недосказано. Мы должны абсолютно точно знать, что по одному месту не определяется. Если считаем блаженство, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ничего не сказано о крещении, ничего о вере во Христа, нельзя один стих взять, вырвать и на нем оббазировать. Это узор взгляда, это чисто так, сектанство, узор взгляда. На истину. Мы должны сказать, блаженное, здесь, я сказать, философ отвечает правильно, но мы не знаем, все ли дошло написано им. Он должен был сказать, и это возможно, когда вы будете в церкви. То, что вы назвали в церкви. Вне церкви нет спасения. И в церкви это означает, ты будешь исповедоваться и причащаться. А так любой может сказать, а я признаю, вот они секты и рождаются. Там, где есть законное рукоположение, епископское идет, херотония, апостольские, одна другим передают. Где разрыв в церкви нету. Я говорил, где она сохранилась. Нужно добавить вот это вот. А так, это актуально сегодня, абсолютно. Многие вот то, что я сказал к этому, они не признают. Ну и поэтому, а почему не образовать отдельно? Собирай деньги. И в 50-ти там харизматы беснуются, падают. А мы признаем Христа. Какого-то, да, это, конечно, грустно. Рукоположение. У нас вопрос такой по вашей общине. Вот и Аким там в Потеряевке. Да, он сейчас сегодня здесь, через неделю, через две недели здесь и там, на Деобщине. Ага, я понял. Он имеет право рукополагать епископа? Не имеет. Только дьяк? Нет. Священник ничем не отчащается от епископа. Такая же благодать. Кроме одного. Он не может никого рукополагать. Рукополагает только епископ. Епископ, ну это звание уже дальше стали, когда больше епархия, там, архиепископ. Митрополит. У митрополита несколько епископов под его владителя. Но патриарх это епископ. Степень это одна. Но в ней, как вот генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия. Это все генеральское звание. Так и здесь. Не может. Только епископ. Это у епископа приравнять можно как матка в улья. Она может откладывать и выводить новых пчел. А пчелы это рабочие, охранники, кто угодно. Так и здесь. Здесь четкая грань. А можете совершать таинство, литургию, диакон? Не может. Это помощник. Его имя такое. Помогающий. У вас уже есть сложные обстоятельства. Мы наблюдаем за вашим положением общины, как отношение к московскому патриархату и РПЦЗ. И у вас есть там уже какие-то фундаменты для того, чтобы не прекратилась частичка чистого православия. Мы открываем для себя заново православие с вашей общины. И если там у вас, чтобы оно продолжалось и не останавливалось, чтобы не пропало рукоположение, чтобы с отцом и Акимом не отошло потом и все, чтобы не развалилось, а чтобы была это дальше передача. Независимо от того, как будет развиваться событие в самой МП и всех остальных других. Чтобы это шло дальше. Мы заранее это все уже обсудили. Вот до этого, до принятия акта о каноническом общении с московским патриархатом, нас осуждали за то, что мы близки с ними. Они у нас не служили, священники тогда. Ну, раз не разрешали, то мы не перелазили через грань. А когда акт принят был-то, как туда в патриархию полностью растворились, туда кинулись, через нас перепрыгнули. А мы как стояли, так и стоим. Мы ничего не меняли. И когда запросы были как? Мы собрали собрание, мы против всякого объединения. Против. Но сказали, мы подчинимся решению, которое примет собор. И об этом будем молиться, чтобы нам не запротестовать, не забунтовать, чтобы нам не выродиться в секту. Мы прямо своими словами это называли. И мы на этом и стоим. Вот нынче приезжал наш первый святитель из-за рубежа. Он митрополит Иларион. Фамилия его Капрал. И они вместе здесь служили с местным от московского патриархата Сергий. Его фамилия Иванников. Митрополит. И отец Аким с ними как раз был. У нас отношение очень хорошее. Ну а там потребовали, что вычеркните там два каких-то приходов, чтобы сказать, что мы завершили объединение. Но нас не трогают. И в этом положении, видимо, принято решение было, которое нам сказали оставить. В церкви есть многообразие. То есть мы из тех, которые не поминаем патриарха, поминаем своего от русско-православной зарубежной церкви. Но когда у нас служит митрополит от патриархии, он поминает сначала патриарха Кирилла, потом нашего митрополита, а потом своего митрополита. И даже потом епископа, к которому относятся сейчас там разделили на районы. Вот и все. Но, допустим, батюшки не будет. Да, вопрос мы ставили этот. У нас учатся двое в семинарии у них. Двое сейчас, кажется, на третьем курсе. Не знаю. Ну, на третьем курсе, наверное, учатся. Да что они вам рукоположат, не знаю. Им откуда мы знаем. Двое, один из Потеряевки, один из нашей, из каждой общины по одному принятый в местную патриархийную семинарию и заканчивают. Ну, а если они не рукоположат, ну, знаете, все варианты не прорешишь. Если, допустим, батюшки нет, наши закончились семинаристы, а их не рукополагают. Ну, какие-то причины должны быть у нас очень хорошие отношения, братские. И он не рукополагает. Мы уже договариваемся, мы знаем, который хороший священник, он у нас уже был, приезжал с архиереем. Вот батюшка сейчас уезжал на полтора месяца. Он пошел к местному архиерею патриархийному и говорит, если что-то случится, ну, бывает, заболеет, надо пособоровать, то вот этого священника, мы его знаем, мы его знаем, он у нас был и все. Вы как, владыка, разговора нет, я сразу пошлю его к вам. Скажут, они вас притягивают. Ну, не будем к человеку мысли свои прилагать. Ну, а если не даст, ничего нет, община остается. И когда наступает время поса, нам причаститься, мы в любом храме причастимся, мы же не отрицаем благодатность московской патриархии. В любом храме, но будем стоять по форме, как у нас положено, ничего мы не покупаем, деньги нигде не ложим. А когда нужно будет, мы знаем, то мы уже от десятины будем отделять тому священнику, через которого получаем таинство. Мы в долгу нигде не остаемся. Самое малое где-то нам оказано, мы стараемся уже там больше дать. Так что, обдуман этот вопрос, но остальное это в руке Божьей. Может, ничего этого не потребуется. Сегодня полыхнет, и в один день никого не будет. Обстановка-то видишь какая. Мы должны быть готовы на любой день. Понятно, понятно. Труда, конечно, мы положили много. Создать общины, которые со стороны смотрят, они вот... Чего же говорить, ну, если такой общины нет, я и говорю, а, вы хвалитесь, боятся. Павел говорит, хвалящийся, и Давид говорит, хвалящийся, хвались Господом, я не присваиваю себе ничего. Ну, мы приходили в храм, в собор, стояли, смотрели, торговля, народ туда-сюда приходит, уходит. Никто ничего не знает. И мы думали, как исправить это положение? Никак. Только образовать отдельно общину. Но в лоне церкви. И делали расследование, где есть независимые от патриархии епископы, но в Грузии, в других местах. И вдруг открылась эта дверь через русскую православную зарубежную церковь. У нас связи не было. Мы подали заявление. Тогда было сразу шесть священнослужителей, вышли оттуда из-за беззаконий, которые там творятся. Просто говорить нельзя, что там делал архиерей. И приехали разбирать по их жалобе. И он ничего не сделал. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет, пословица говорит. И они вышли. Нет, лучоный, не за грех, ничего. А там сразу приняли. А в 92-м году я ездил в Америке. В Синоде, жил там при Синоде. Попросил, чтобы назвать нам общину в честь священномученика Климента Анфима Некомедийского. А в лагере в честь Климента Анкирского. Это все утвердили. Ну, а дальше понятно. Священник принят в Ехлона. Ну, вопросов вообще никаких дальше не было. А вот это решили они. Это политический акт. Это Путин объединение-то затеял-то. Это его. Представьте, он же полковник КГБ. И такой успех. 360, кажется, 5 пунктов за рубежом своих точек оставить. Это столько приходов было. Это никому, ни одному, даже штазе немецкая этого не могла сделать. Один, два человека где-то. А это пункты, которые за Россию готовы все отдать. И ясно дело, что они могут, ну, и сведения какие-то отдать. Я не говорю там по военному делу. Но вообще свои люди, это же неплохо как бы. Но у него-то другие может быть намерения. Я эту историю очень хорошо знаю. Какие были на встрече, митрополиты. А этим деваться уже некуда было. Народ сюда приезжает, а им оттуда не разрешает причащаться. Почему? Когда все дословно одинаково. Толкование одно, Библия одна. И они правильное решение это приняли. Признание акта о каноническом общении. Но патриархийные на этом не остановились. Я говорю, они будут заглатывать дальше. Так и здесь. Они на 5 лет входа. Это уже из-под сукна вытащили они свои КГБские законы. Проходит, все вошли, а мы нет. Они нас и всяко улещивали. Встречается с патриархом наш епископ. Епископ наш остался зарубежный. А ему дали название Домодедовский. В патриархии уже. Слово зарубежное уже исчезло. Ну и патриарх его спрашивает, как там дела с этими общинами. А тем более они меня знают. Он говорит, было бы по-другому, если бы местный епископ вел себя по-другому. А тогда был здесь Максим Дмитриев. Ну а тот-то приехал епископ и этому сказал. Я с патриархом говорил. Тот забеспокоился, потому что патриарх сказал, ясно выполнять надо. А тут военная дисциплина. Он, я готов к вам на вертолете полететь. Средизимый батюшка говорит, там садиться негде. На вертолете. Вот как было. Ну а так как он уже был запачкан уже в одном деле. Тут до него был епископ, умер. А его похоронили Масендич. Отец Владыка Антония. При храме. Ну а народ ходил там. Ну как, подойти к могиле. И он его тайно никого не оповестил. Ночью раскопал и на кладбище увез. Может быть это и правильно. Но у него родственники есть. Дальше должна была присутствовать медицинская комиссия. Должны быть оповещены священники. Никого не сделал самостоятельно. Ему выговор с обязательством в своем журнале, который выпускает. Показать, что ему вынесено порицание. И это они напечатали. Но видимо там поставили галочку. И его с нашей огромной епархией, метрополией. Тут она огромная просто. И доходная. Его отправили в Липиск. Там совсем захудалое там все разваленное. Мы там были. Вот в патриархии ничего мимо не проходит. Ну и дали-то другого. А может быть это ради нас Бог сделал так. И дали такого метрополита, с которым как будто он наш метрополит. При нем и проповедуем. И он приезжает, берет с собой семинаристов, певцов. Ну на наши праздники, которые есть. Не наигранно. Именно такое и есть. Нынче русская народная линия обо мне запросили. Кто он такой? Сектант, говорят. Он говорит, не сектант. За Игнатием нет ни канонических, ни догматических нарушений. Он исповедник. То есть я страдал в узах. И достойен уважения. Он уже пожилой. А там где-то кто-то дописали. Говорит, ты по дому его уже не исправишь. Да и не надо. И все это с печатью на бланке. И все это в интернете помещено. А теперь, которые враги-то, они и затихли. А, зазомбировал я и метрополита. Это на меня говорят. Ну и что угодно говорят. Ходили я в университетах, преподавал когда. Вел занятия. И записка. Говорят, что вы учились в Индии, в Египте, вот этому обладанию душами, волшебством, зомбировать. Но до того смешно. Ужас какой. У людей понятие, что дух святой действует, это они во внимание не берут. Ну как вы могли один раз поговорить? Ваш епископ был против русского языка. А вы поговорили. Он вас наказать хотел, угрожал. И вдруг наш епископ повернулся и сам стал переводить на русский язык. Ну как можно было епископа уломать? Я в Америке был с одним. Он говорит, скупой очень. Зимой, говорит, снега не выпросишь. А я с ним каждое утро прогуливался. Прихожу им и говорю хозяевам. Я говорю, мы сейчас были там. Он пошел в банк, все деньги снял и мне отдал. Кто? Он отдал. Да не может быть. Я говорю, отдал. Отдал. Ну, значит, я его зазомбировал, глаза ему закрыл и повел его. Ну и мы делаем дело, перед которым нельзя устоять. Я ему показал материалы, которые составят книгу к истинному православию. А он до этого служил в Иерусалиме. Самый строгий такой был. И он же видел, что у нас такие близкие отношения сложились. Вот я выступаю там в Жандарвильском монастыре. Ну, там китайцы, кого-то не было, переводчики сидят. Я тему взял. Будущее России во свете Библии и ее эмиграции. Ох, для них как это было. Ну и выше один подходит. Можно я вам чек выдам? Я говорю, а что это такое? Я в глаза не видал. Вот писает на пять тысяч долларов мне бумажку эту. А ну куда? Мне ни один цент в рот не попал и на себя не потратил. Я сразу тринадцать библиотек образовал. Накупил инструменты, сетку, рабису. Ну и все кончилось. Которые в Потеряевке поселились, а первый-то год вообще ничего нет нигде. Еще и огород не садили. Я им выделил на каждый месяц, чтобы хлеб там, соль были. Ну, Господь перед Богом все. И Господь располагает в сердца людей. Они этого не понимают. А мне до того смешно. Они-то думают, сейчас меня разозлят, там что-то сделают. А я просто смеюсь. Что на меня пишут в интернете, они ничего не знают. Я в другой раз даже оборачиваюсь. Про кого они говорят. А это означает, за мной ничего нет. Зачем бы они придумывали-то? Они бы сразу там блудник, там вор, там кровопийцы как-то назвали. А этого ничего нет. А они там псевдоправославные, сектант, там что-то такое есть. Но эти слова ко мне не липнут. А что гонят это? Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Такое нам обещание. Это значит, я правильно поступаю, раз у меня враги есть. А врагов нет. Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Так что надо юмор маленький подпускать тут. Да, да мы встречали ролики, там не помню, как зовут его. Молодой такой священник, чернявый такой. Ну, это диакон, он не священник, на сибирском. Я знаю, я его сегодня видел. Он ничего не знает, он совершенно не понимает. Ему сказали, а куда он денется. Он в системе, как патрон в обоими. Он обязан это сделать. Бог это не боится. А мне вот допишут, а мы узнали, он тот-то говорил про вас или там... Я никогда не отвечу. Я начинаю молиться, первое. А потом постараюсь выйти на связь, если нужно. А так, ну, сказал да и сказал. Собака говорит, лает, а караван идет своей дорогой. Зачем бы говорили? Пускай дует. Не надо движется. Обида вообще не христианское чувство. Не христианское. Вот. Это не христианское чувство. Мы все знали. А то мы убежаемся. Это. Материальный такой вопрос. У вас там в Потеряевке вообще, вот, вы там немножко освещали. Даже мы встретили ролик, которым вы там, по-моему, в 2014 году, когда у нас тут начались события, связанные с Донбассом, война, тут все. И вы там ролик такой, да, продолжительный такой обзор делали. Вот. У вас там вообще какие на недвижимость, какие там цены, как это строится, сколько там приблизительно надо вообще, вот, если это. Так, сейчас один у нас приехал. А где Роман? Вышел. Он вышел. Сейчас подойдет. Он с Украины тоже, да? Нет, он, жена, ну, в Украине, он в Подмосковье был. Только что привез, ну, машина длинная такая, где-то 23 тонны, что ли. Он инструмент всякий разный. И уже приехал там, где место, он деревья сваливает. Я могу его позвать. И он будет... Нет его, да? Нету, нету. Слышишь? Нету, да? Зайдет. Он поговорит, сколько и чего. Конечно, лучше всего, когда свой дом. Ты заранее начертишь, какой тебе надо. Любой, какой хочешь строй. Какой тебе надо. А у нас есть уже архитектор будущий. Да, четыре места там есть, где около озера, озеро, озеро, пруд. Но это маленько дальше туда, где была старая деревня. Поэтому там надо с электричеством. Другое ближе к лесу. А этот взял тут, где деревья растут и задерживают там сухие ветры и прочее. Что сад по себе заложу. Он сейчас, может, зайдет. Роман Малыш, фамилия его. Мы несколько роликов видели, да? Вот от того. Он сегодня приехал туда, сюда купить. Говорит, мне, говорит, ржаной муки надо. Я их там снабжаю продуктами от лагерного, что остается. Мне же помогают. Спонсор называется где-то. Ну и вот сколько сказать не могу. Отец таким сейчас, если пришел, заново строится. Ну, ясно дело, это материал. Тебе надо копать вручную, ты будешь. Или можешь нанять экскаватор, который под фундамент выроет тебе. Нанимают. Ты бетон будешь сам делать. Это одна цена. Если людей нет, ты заказал бетон, тебе привезут. Привезут там сразу тонн десять. Бетон готовый, куда тебе залить-то? Арматуру надо, пожалуйста, железо, пожалуйста, были бы деньги. Но сколько, я не знаю. Но я знаю, что сразу надо корову покупать, чтобы свое молоко было. Курицы, овечки, индюков, кто что держит. Пчел заводи. Пчел заводи. Но для детей, воспитания детей, лучшего места найти нельзя. Все верующие. Все одного духа. У нас такая свобода у людей. Этого нигде я не встречал где-то. Какая свобода? Ну, допустим, на воскресенье у нас некоторые говорят, а я хотел бы к баптистам пойти, не один. Бог благословит. Пошли к баптистам с адвентистами. Идите к адвентистам. Сдумали к мусульманам идти. Сходите двое. А мы будем молиться. Ну, взять с собой опытного брата где-то. Вот так. Но если он никуда не ходил, а еще он не член церкви, и мы его спрашиваем. Неделя прошла, а его не было. Мы сразу спрашиваем. У нас забота. Где ты был? Да я на даче был. Так, этого нельзя делать. Одно замещание есть. Еще одно замещание, и мы с вами расстанемся. А если скажут, а я был там у каких-то 50-ников. Все, вопросов нет. Он еще не член общины. Но когда у нас богослужение, ты можешь после богослужения, но не заменять. Мы признаем благодать с московской патриархии, но пока есть батюшка, там наши не прищищаются. Но когда приехал наш епископ сюда, и у них там служили, мы всех детей привезли, а они там и прищастились в их соборе патриархийном. Видите, у нас какая не политика, а отношение какое? Мы признаем и держим свое. То, что не противоречит. У нас все одинаковое. А зачем? Врач один должен быть. А священник – это врач. Ты исповедуешься. Зачем тебе куда-то идти? Ну да. Ну а вот относительно строительства, тут так вот. Просто надо смотреть. Там можно найти четыре. Ну улица идет, две стороны. И с каждой стороны можно начинать строиться. Где улица закончена, следующий дом. Ну тут надо просто на месте смотреть, где понравится. Ну просто да, интересно было просто это, как бы в каких-то рамках, какие там… Ну хотя сейчас мы приблизительно думаем, что у вас там особо не отличается ценовая политика на все это. Как у нас, наверное, приблизительно, наверное, все дорого сейчас. Ну а я по-функту хотел сказать. Если вы смотрели большой ролик, я беседовал с Николаем Леоновым. Он был чемпион, кажется, какой он, или олимпийский, что ли? По кикбоксингу. Я ему говорил, он за войну, что надо защищать. Я говорю, зачем защищать? Зачем отделять Донбасс? Это украинская территория. Крым никогда не был украинским. Никогда. Это Хрущев дурью маялся, отхватил. Они не воевали. Это русская территория-то была. Тут о Крыме не надо говорить. Ну а Донбасс и там, Луганск, проще. Это же... Да, народ решил. Мало что решил. В Америке решили, штаты делили, там с грязью смешали. В России и Чечне решили. Две чеченские компании, и ничего не получилось. С Лукашенко хорошее отношение. Белорусский президент. Но он говорит, это нехорошо. Мы тоже против. Как это так? Это страна наша. Это никто не потерпит. И поэтому я сразу высказал свое мнение. Я ни к чему не призывал, но мое мнение я могу выразить. Я против этого был. А видишь, сколько людей погибло, и не прекращается бойня. А они угрожали русским. Ну, угрожали, говорят, бьют в одном городе, и бегите в другой. У нас заповедь есть. Невыносимо бегать, и убьют. Во славу Божию. Надо занять четкую позицию христианина. А то мы за оружие взялись, мы там дебальство устроили, там погибли сразу 10 тысяч этих хохлов, там начинают там бандеровцев. Какие они бандеровцев? А он фашист, и то другое. Обо всем можно разговаривать, и разговаривать во сети Библии. Бандера был патриот своей родины. Но он не знал Христа. Он пошел служить фашистам. Но фашисты-то его тоже держали в тюрьме, там сколько, полтора-два года. Ну, нигде не рассуждают правильно. Двойной стандарт. Это не годится. Да, да. Для них он герой. Он любил украинский народ. И все. И не надо их обзывать, бандеровцы. Да, это все такое мирское. Заваривается, переплетается. Иди, найди, как говорится. Один всевышний полностью знает, что там как происходит. Дети, когда у нас в школе, вот это самое драгоценное. Дети, начинается урок с молитвы. Это государственная школа. Вся программа идет. Все учителя верующие. У нас есть все. Все там верующие. Это лучшее еще нельзя придумать. Дети где-то не так что-то. Мы как одна семья. А больше народу будет, значит, еще больше или лучше будет. Мы же это, почему интересуемся. У нас была такая тут идея что-то свое делать еще, когда общины были. Что-то свое делать тут у нас в Украине. А потом, когда открылся израильский вопрос, и вот мы когда ездили в этом, я жил там в верующей общине. В общине они там махшавами живут такими, кибуцы, махшавы такие, поселения такие. И там практически вся община была верующая. Причем верующие не просто иудеи, а верующие и в Иисуса Христа. И многие там, 80-90% этого поселения было выходцы из бывшего союза. Но они там лет 30-40 назад еще вышли. И вот будучи там, я увидел, какая-то великая ценность, что если есть своя община, ну там у них еще школы нету своей. У них есть садик детский, школы нету. А у вас вот там и школа, еще и аккредитированная. Я так помню, аттестат зрелости имеет право. У нас электричество, в школе там и музыку преподают, иностранные языки, и интернет. А там всего ничего. У нас проблема. Ну как это? Вы не любите этого слова. Но это большая-большая трудность с детьми. Мы тоже наперед думаем, как это все лучше поставить. С одной стороны, Всевышний не хочет, чтобы замыкался народ, который в него верит, который отображать хочет его имя в своей жизни. Потому что были попытки, вы, наверное, знаете тоже, вот даже баптисты, когда, как этот, Проханов, по-моему, не помню уже, по-моему, Проханов, город Солнце там собирался где-то в России делать. То есть, говорит, дайте нам место, мы все туда этот, и не дал, советская власть не дали такой возможности. Я знаю, Гетроград хотели построить, город Солнце. Да, да. И Всевышний как бы с одной стороны, ну это же все от Всевышнего, как бы не хочет, чтобы так уходили как-то. Ну, чтобы свеча должна гореть, видна быть всем. Вот. Ну и в то же время надо вот такие трудности, в такие рамки ставить, и по школьной программе, потому что там сейчас преподают, и по всему, вот по всем, ну, со всех сторон идет вот такое сжатие, кольцо сжимается. Для лотов, не знаю, как это сказать, как лот вот в этом. И хочешь сделать так вот со всех сторон, где бы ни находился, особенно чем ближе к городам, вот и в городах, это сложнее и сложнее все, становится все сложнее и сложнее идти. И поэтому вот мы смотрели в эти стороны, мы собирались тоже как-то свою какую-то это, ну, чтобы как-то сами жить в каком-то селе заброшенном, что-то возрождать. Вот, ну, Всевышний сделал, слава Всевышнему, он открыл нам, кто мы и с кем мы, какие у нас цели. Вот, и поэтому сейчас тоже вопрос этот актуальный для нас уже. Тут еще вот, тут еще вот, тут вот что еще нужно сказать. Я считал об этом. Если сейчас коснется какая-то военная ситуация, то из Москвы пробка будет 130 километров. И сразу же будет организовывать, организовывать надо отдельно как человек по 100, по 200 и отдельно загораживаться. Еды-то нигде не будет. Тут что будет, говорит, сказать страшно. Улицы будут залиты, воды если нету, девятые этажи, хоть какие заглушки став, все, что оправляется, все потечет по улицам. А у нас-то мы в стороне, притом от дорог в стороне. И в то же время железная дорога недалека. Все свое, все, растет все. И виноград у нас есть, и арбузы, и дыни. Виноград растет. Громче сейчас сделай. Вот так. И поэтому вода, вода близко, вода хорошая, вода, обычно вода. Вот с Канады когда узнали, что мы здесь, и тоже запрос сделали, а как вода? Главное вода. Вода рядом 4 метра и вода. Колодцы. Круды, у нас это 5 прудов. Разводи рыбу. Мы еще пока не углубили, только с прудами работали. Но мы еще уже привезли бальков, и уже рыба была вот такая, покажу. Карпы. Вот такие выросли. Уже свои. Ну, воду еще поднимать надо. Мы много, много за 2 года сделали здесь. 4-5. 5 прудов определенно уже может быть. Пруд это искусственно перегорожено, где вода течет и поднимается. Ну, и спуски сделать надо было. У нас и немного здесь было-то, лагерное. Итак, температура меняется, воздух другой, влажный делается. А земля вообще плодородная, тем более много скота держат. И вывози навоз прям рядом. Сейчас на дачу завести одну машину, там сколько стоит. А тут еще не надо рядом. Завози, разбрасывай, паши, сади, поли. И все рядом. С тобой рядом дети. Тебе никуда не ехать, никакой дачи не надо. Скотина наша, мясо вот продавали. И тут управление железной дороги, и они там привезли. И мне говорят, что за мясо у вас такое? Обычно, говорят, варишь, такая пена идет, запах. Здесь запах ароматный, и пены никакой нет. Почему? Я говорю, у нас скотина ни одного матерка не слышала. Весной благословляет батюшка святой водой. По сути дети. У нас скотина особая. А это все отражается на скотине, когда вот это... Ну, даже взяли, проростили, залили пшеницу, она когда ростки начинает давать, перед этим вот, и рядом магнитофону поставили. На одном, да будь ты благословенна. Хлеб укрепляет сердце человека, и она прокручивает одно и то же. А в другой комнате совсем, да будь ты проклята, из тебя вино делают, водка споила наших детей. Там схожие с 10%, а здесь 95%. Даже на неживые предметы, как пшеница, это отражается. А тем более скотина. Скотина с ней ласково, она к тебе ластится, подходит. Сейчас только начинают подходить к этому пониманию, что это все отображается. И на количестве молока, и так далее. Там только-только начинается понимание. А это академик Шипулин писал об этом. Опыты какие большие прошли. Это действительно, говорит, все. И вода имеет заряд особый. Что она слышит? У нас устав до деревни, чтобы ни мазутной, ни мыть, ни стирать, ничего. Чтобы вода была чистая в прудах и везде. И брали анализы намного выше среднерайонных. Колодцы копают. Если тебе надо сделать, чтобы глубокая была башня, то высокая, там глубже намного. Не 4, а 80 метров. Пожалуйста, нанимай машину, придет тебе, выбурит. Это уже там какие-то вторые, третьи воды, наверное. Да, да. Вода хорошая. Просто хорошая. Да, вода это очень важно, конечно. Самое важное, где поселение. Как мы из воды, говорит, на 80, сколько, 78 или 87 процентов. А мы здесь даже брали эту, вот возле, ну, в Кривом Рогу, тут тоже большой такой. Брали тоже дачу там, сколько он, я забыл, сколько там заплатили. И мы там бурили скважину, сами ручная установка, выбивали это все, этот стакан там этот забуривали. Но вода в этих местах оказалась соленой, горькой какой-то такой. То есть даже на полив, говорят местные жители, что она не подходит. Вот. У нас днепровская вода, водогоном гонят с Днепра, очищают там. Вот. Ну, есть. В Днепропетровске есть даже артезианские, ну, вода есть такая вот. А вот там вот мы, когда приехали, у меня вопрос был, а они не могут понять мой вопрос, в смысле, ну, там русские все понимают, там в Израиле, но не могут. Говорят, да я скажу, я говорю, как вы берете, откуда вы воду берете? Ну, вода у них, вот так подставляешь, ну, стакан, и можно сразу с крана пить. Можно в холодильник поставить, чтобы она остыла. Вообще никакой это. То есть до такой степени чистая вода идет и вкусная. Я говорю, откуда вода? А он говорит, а я не знаю. Я говорю, у нас мышление такое, откуда бы воду добыть? Тем более там среди пустыни, эти все, западный берег Иордана, поселение эти, там 40 градусов жары, вот, и вода это самое главное. Они даже не знают, как к ним вода приходит в поселение. А у нас этот вопрос важный был. Вот мы столкнулись тоже, вода соленая оказалась. Важно, что, конечно, вода у вас там раз есть, это хорошо, конечно. В городе, если вода хорошая, она обязательно проходит дезинфекцию, там, хлор-то просрабливает ее. А у нас там из земли сразу пьешь. Насосы стоят, качают, подставляют. Что-то сделалось такое. Да. Ну ладно. Вон Роман-то пришел. И началась? Вон Роман-то пришел. Иди сюда. Вот он подошел. Поставь сюда буреточку. Вот он пришел, Роман. Поближе сюда. Что, почем и как. Вот он, новосел наш. Приветствуем вас. Александр меня зовут. Роман. Мы спрашивали это, какие приблизительно, а, без наушников будете, да? Ну. По стоимости, вот сколько будет приблизительно, ну там, очень приблизительно, хотя бы, какие рамки вот строятся вот в Потеряевке, дом построить, вот семье молодой, у нас, ну, вопрос такой есть, актуальный. Сколько приблизительно это стоить будет? Это я смогу сказать, когда построю. Сейчас как-то трудно, трудно, то есть это зависит от запроса человека. Я человек простой, поэтому у меня все получится дешевле, с Божьей помощью. Во-первых. Во-вторых, я уже по опыту, я посмотрел, у нас там один, Алексей, да, он связался с какими-то мастерами, они долго ему везут, неизвестно привезут, потому что до сих пор еще ничего нет. Поэтому... Ты пояснишь, он фундамент заложил, первый этаж, они приехали, заверили, он деньги отдал, и они смылись, там еще не может найти. Обман. Уже долго, да. То есть, ставку я ставлю на свои руки, на Божью помощь. Как это? Приблизительно у меня план есть. Ну, не знаю. Денег пока хватает, еще у меня есть, что продать, ну, еще там должников у меня куча, они потихоньку будут рассчитываться, я надеюсь. поэтому, сказать так, это все. Ну, то есть, у меня запросы маленькие, я человек простой, поэтому мне не надо люстры там дорогие, это не для меня. Я вырос... Ну, семья есть или нету? Есть жена, да. Ну, как Бог устроит, приедет, значит, пока напротив, потому что здесь вопрос веры стоит, здесь совсем, она у меня хорошая, хозяйка, все, ну, отличная жена, вопрос веры, и поэтому я не знаю, как будет, я прошу воли Божьей, поэтому мне, ему все известно, а мы что можем, она может приехать, но она такое можно творить, что потом будем крестным ходом ее провожать, поэтому здесь, так вот, на Бога надеемся. Ну, на самом деле. Понятно, понятно, ясно. Видите, еще строить, когда мы приехали вначале в Потеряевке, строить-то нечего, глина, солома, как в Египте, и стали кипящи делать, станки сделали, и к осени, осенью уже дом стоял, первый дом, на два хода, а у других и делать нечего, землю резали, а первый-то слой травой, он там перерос, и пластами, а посередке камышом, а другой, Игорь это построил, он каркас построил, и там камыш стал косить зимой, и привозить, маты эти вязать, а камыш-то пустотелый, он очень теплый дом, а сверху кирпичом обложил, никто и не знает, какой что-то дом-то из камыша, а потом одна корова, две, а сейчас у него 36 крупного рогатого скота, это не как там, ну, в один день там олигархи делаются, у вас что-то за... не слышно, наверное, вам? связь, что-то остановилось, посмотрите, если вам не слышно, надо выключить, ну, посмотрите, что они там, заглохло, связь такая, интернет, это интернет, да, видишь, как вот это, застыло все, ну, что, надо выключить, а потом зайдите, ну, как сказать-то, чтобы выключить, или как, что-то уменьшить надо, а где написать-то, сейчас написать-то ему негде, пока не выключим, да, и заново, надо нажать, или как, это, почему письмо, что сейчас надо сделать, письмо-то можно писать, а, все, отошел, да, ну, сейчас он может зайти, да, потому что, стоимость материалов, меняется, и, как, ну, если желание есть, значит, по одежке, протягивай ножки, да, приблизительно, это, вот у меня эти вагоны есть, я даже вот так посмотрел, думаю, ну, с кем я буду связываться, действительно, запрос, давай аванс, это все так, аванс давай, давай им аванс, а потом жди, неизвестно, потом еще кто это будет делать, это, я даже на основе контейнеров, только 12-метровые два хотел поставить, вот так вместе, соединить между ними там двери, окна, печь там посередине, то есть, и все это накрыть, и это у меня так приблизительно все хорошо, и утеплить, вот я приземовал нормально, просто здесь надо получше утеплять, северный все-таки район, и все, и это, 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 кстати, я могу сделать своими руками, но там помощи мне мало понадобится, я там могу, мне главное, что, привезти, краном установить, все, остальное утеплять, там, вот это сверлить, варить, это у меня все есть, болгарки, то есть, крышу крыть, там может помощь понадобится, вот такие моменты. Ну, рядом который дом наш, рядом здесь, повыше туда, к храму, мы называем его саманной, он из саманной, кирпичом обложенный, фундамент, это у нас гостиница, а там, где ты сейчас находишься, второй во дворе домик, стоит, это мы все даже обиходите, туда ребятишек, гости пригласим. Я пока туда, это, там, складываю свои монетки, но если весной нам потребуется, значит, уберу, уберу, придется, там у меня, я же цемент привез, там, уберу, и туда сложил, пока. Смотри, только чтобы это, не замочило, никак. Вот эти деревья, которые стоят, от околодома, где сейчас ты находишься, большое дерево, нам бы его свалить в ту сторону, чтобы правда не порвать, а обдумать как. Конечно. Нам говорили, вызвать кран, и он на высоте, там, метров шесть, упрется туда, а там подпилить под него, как это делать, и тогда с этой, чтобы туда его качнуть. Но это было бы неплохо. Я говорю, если сюда пойдет, он же шофера раздавит, там, страшный он какой-то. Дело в том, что вся крона, вот я сейчас валил уже, вся крона наружу, и направить его, то есть оно наклоненно, ну как это, это, я ремнями, одно дерево у меня сложно получается, я ремнями, не ремни такие, я ремнями запрутил так, ремнями, и когда подпилил, он уже подпрыгнул, и оттащил его, два метра отбросило, и чуть-чуть ветками задело баню, там я перекрою, там шифер побил, а так, если бы не отбросило, могло и это. А мы нынче много валили, такие заранее закрепляли, привязывали, а потом отпиливали, и попросил Алексея, он меня там, ну тоже смотрел внимательно, чтобы это, куда я подпиливал, а сейчас надо будет, да, ветки как-то убирать, но есть у меня третий способ, у меня друг мой, он спец, он на Рублевке в Москве, его нанимают, деньги большие платят, он между домами, вот, обрезает эти деревья. Так, может нам позвонить? Ну попробуйте. А я правильно взял, ну что, получилось, нет? Что-то да, у вас зависло, или у нас, вроде бы, у нас нормально с интернетом. Ну нет, у вас не видно. У нас, мы не, давайте мы перезвоним. Давайте, давайте, выключайте, перезвоните, попробуйте. убрать. Этот нет? Да, этот крестик. Где-то нажать. Да? Да. Не видел звонок, да? А был. Ну, видно теперь, да? Видно теперь. О, все. Но мы тут в это время разговаривали, вы потом будете смотреть ролик, и вы услышите наш разговор, когда мы с вами. Мы разговаривали, как поселиться, как что. Это, мы, и еще хотели спросить у вас, Игорь Тихонович, что, а что вы хотели там, вы говорили, что что-то не успели начитать, что вы не можете уже начитать, а у вас какой-то, ну, какой-то еще труд там остался, что вы хотели начитать, озвучить. А какой это именно труд? Я говорил о творениях святого Иоанна Златоуста, 12 томов, потому что пленки эти наши хранились вопреки инструкции. За мной охотились, и мы их спрятали, закопали. А по инструкции, каждая пленка должна температуру определенную быть. Мороз никак, там от 15 до 25 градусов, в этом плюс. А у нас 40 градусов, они были в земле. Пленки некоторые арестованы были, в КГБ им там отрезали, размагнищивали. Из них вот все это собрали и насчитали. То есть записи были сильно попорчены, но слушать можно. И я сказал, я не могу, у меня 4 причины. Считать глазами, зрение ослабленное, там в темноте, сколько было, до 30 тысяч часов за компьютером просидел, когда писал книги, с глазами. Второе, кто считает, он должен хорошо себя слышать, у меня ослабленный слух. Третье, должен вздох-выдох быть. У меня с бронхами вопрос. Меня в холодильнике держали, когда арестовали. Ну и третье, это сказать уже, не третье, а четвертое, необходимо, чтобы все было у тебя нормально, с голосовыми связками. Должен видеть, не шепеляете, у меня уже зубов половина нет. И вот поэтому я сказал, я бы взялся за это, а вопрос это очень непростой. Очень непростой. Надо с выражением считать. Там все места, где Библию он цитирует, он цитирует больше 30 раз в каждой проповеди. Их надо на русский переводить. А я когда читал, я вот так вот по диагонали, я считаю, и там по-славянски я сразу сходу переводил на русский язык. Я знаю, ну, кажется, в памяти, как на синодальном переводе это есть. Это 12 табов. Чтобы понять, что это 62 пленки по 8 часов 20 минут. Умножай. Это столько часов чистого разговора. Чистого. А жития святых тоже попорченные пленки. Это 40 пленок. Каждая, ну, пленки назывались катушки тогда были, катушечные. Четыре дорожки на скорости 4,7 сантиметра в секунду. Я об этом и сказал, там написал. Кто, если пожелает, делайте это. И я не буду. Ну, делайте где-то, выставьте. Я не для себя прошу. Чтобы люди мы имели доступ до такого сокровища. А я ведь попутно в житиях насчитывал святых отцов, их творения, 5 томов добротолюбия, Григория Диченко, 4 книги такого же размера. Ну, 50 книг насчитано. Ну, а каждую пленку надо два раза в году прокручивать, снимать с нее магнитное напряжение. А тут 20 лет в таком месте хранилось. Ясное дело, что фиаромагнитный слой кое-где отошел. Я сейчас об этом не говорю, просто один раз сказал, я об этом и не думаю. Ну, мы где-то в ролике в каком-то вспомнил, а потом искали, я искал и не смог найти тот ролик. То так случайно получилось, что я услышал. Понятно. Понятно. Это нас интересовало еще. Так, что еще у нас? А, еще вспомнил я. Вы знаете, что, оказывается, мы вас слышали, я вас слышал, когда был еще 2006, наверное, год, ну, лет 8-10 назад. А было так, принесли мне, тогда только диски у нас тут начались, еще все с дисками ходили, оптическими, принесли мне запись, я еще с баптистами там только-только к ним начинал, и принесли мне запись аудио Библии, MP3 формат, аудио, и говорят, ну, правда, говорит, тут православные этот начитывают, а я еще думаю, ну, думаю, хорошо, хоть что-то православные хорошо сделали, и начитали Библию, потому что ничего не делается, не делалось, все только, вся литература-то, все было, это, протестанты за границей с Германией привозили, и слушали, слушали, а потом эта жена моя заметила, говорит, так это же один и тот же голос, и я смотрю, еще раз включил, смотрю, думаю, так, оказывается, мы вас слушали, не зная вас, вот спустя 8 лет узнали, что это, оказывается, мы вас слушали, когда слушали, ну, у нас, правда, только Старый Завет был вашим голосом, а Новый, там кто-то другой, там уже сопровождение музыкальное там было, а вот весь этот Старый Завет мне до сих пор запомнилось, как это, царь во веки живи, из фир книги, такие обороты, просто как-то запоминалось, вот, так что мы знаем, оказывается, раньше, что, просто не знали, кто читал, просто слышно было. первый раз арестованы были мои записи, а когда уже я вернулся, теперь на диске насчитал на компьютер, и насчитал сразу архипелаг ГУЛАГ, имкопресс, с Франции, без всяких сокращений, я впервые, в России появился архипелаг ГУЛАГ в моей начитке, не считая рукописи где-то, это 11 пленок, я могу по часам сказать, сколько пленок, до одной секунды, сколько, ну, нормально, вот так вот насчитая, нескоростным темпом, вот так, ну, один там послушал, говорит, он как считает-то, ударение не там делает, его к стенке поставит, надо расстрелять, а другой говорит, я сколько раз хотел, прочитать не мог, я не могу наслушаться, говорит, видно, что считает зэк, он все переживает, и просто так, ну, действительно, там говорится-то, о заключенных и прочее, это моя жизнь была, то есть отзывы настолько разные, ну, ладно, говорит, как не считай, теперь я хоть содержание, говорит, знаю, а когда едешь, можно вставить дорогу, ехать и слушать. Ну, да, и слушать, да, ясно. Еще хотели спросить, как вы правильно вот крестное знамение делать? Тремя вот, потому что целые толки ходят, я там почитал, есть двумя, просто как-то, есть тремя, как это? Правильно делали. И потом, где, как правильно делать крестное знамение, на каком расстоянии, куда? Я сейчас отвечаю вам, внимательно слушайте. Иоанн Златоус в 407 году умер. В его творениях есть, он говорит, первые христиане изображали один перст, Кристос Регнана, они перед Ольвами кричали, Христос царствует, ну, Хайль Христос, как бы сказать сегодня, не Хайль Гитлера, Хайль Христос. Вот. И они, один перст показывали, 500 божеств в римском пантеоне было, 500 названий, а в действительности Златоус говорит, ни одного. Ну, потому что это выдуманные были боги. И они утверждали единобожие, что сегодня утверждает ислам, единобожие. Но вот, появился Иарий и стал говорить, что Христос это тварное существо, первое творение Божие, то есть он не второе лицо, троица. И тогда церковь ответила, вот, троица, изображается. Изображается тут всегда одинаково было. Лоб вот среди на лба, чрева, где пуп находится, так, чтобы задеть, чтобы рука чувствовала. Правое, вот смотри, где плечо, вот так, никуда попало. Иди сюда точно, чтобы ровно было передать, вот здесь вот, плечо, где вот соединение идет здесь. И считает как? Господи, это ты Господь всему, Иисусе Христе, это имя получил через чрево Деву Марии. Сыне Божий, правое, ты вознесся одесную. Помилуй меня грешного, чтобы на суде не стоять на левой стороне. И вот, что вкладывает, сочетается Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тело за день так, чтобы чувствовало. Это крестное знамение, и только после этого делать поклон. Поклон должен быть такой, не сгибая колени, чтобы рука могла пол достать. Доставать не надо, но проверь себя. А когда земной поклон, то земной поклон, ты должен, руки впереди себя, вот как 10 пальцев, 10 заповедей. И на них, лбом, головой задеть, руки, ноги твои, должны быть на полу, на земле. Вот это называется земной поклон. Но вот когда Троица, вот откуда идет Троица-то. И когда, говорит, он показал это дело, то еретикам, то у него из руки, из пальцев, как молния сверкнуло в зале. Ну это пишут так. Но тут понятно, церковь вызов приняла и ответила своим. Но вот проходит время, появляются другие ереси, что во Христе одно божество, не было человечества, только призрачное. Что человечество он отложил в Иордане. Вот такие заблуждения были. А мы верим, православно, что Христос, Бога-человек, Он был истинный Бог, истинный человек. Бога-человек. Так же понимают католики, так понимают баптисты, адвентисты, все это понимают одинаково. Ну не понимают, это там свидетели Югова называется. И тогда церковь вот так пальцы сделал, вот эти три вместе, вот внизу, а этот, так вот, держи, склоненные к пальцу, а один средний, они должны быть вместе, он длиннее. Это, говорит, небеса склонились к земле. Они изображают божество и человечество. Так же, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Тогда два. У нас в общине молятся и так, и так. Мы совершенно знаем, что церкви, вот так вот молился Сергий Радонежский, а тремя, Серафим Саровский, Анкараштадский, все они канонизированные. Да Никона так молились. А почему Никон это сделал? Он хотел, чтобы его сделали вселенским патриархом. И поэтому в Греции в это время, когда брали оттуда веру, то было половина так, молились, половина так. И послы князя Владимира как раз в той стороне были, где были два, двоеперстия. И так принялись. Сегодня старообрядцы так крестятся. Вот. А которые насильно заставили троеперстия, это называется уже не старообрядцы, старого обряда, а новообрядцы. И по имени, кто это раскол сделал, Никоньянами стали звать. Ну и все на этом. В нашей общине это свободно. Кто как научен, так делает. Никто нас не принуждает. Но поклон уже, совершить крестное знамение одинаково, и поклон одинаковый. Вот у нас сегодня суббота, даже Великий пост вечером в пятницу уже начинается суббота. Земных поклонов не делается. Два или три только разрешается там на определенных молитвах. А остальные во время поста все земные. И вот это для поклонов, вот это вот, щетки или лестовка называют, там как у старообрядцев. Так вот. Лоб, щелева, направо и налево. Но в этом есть элемент ереси, и то, и другое. Почему? Потому что мы изображаем крест. Крест изображаем. А на кресте божество не страдало. Тут надо глубже смотреть. Говорит Иоанн Заталус, божество бесстрастное. Бог не может гневаться, хотя написано, что огневался. И он жаждал, как человек. Ну, а как тогда? Правильно, вот по Библии, совершенно правильно, крестятся католики. Пять. По человечеству он получил пять ран. Руки и ноги в боку пять. И они молятся так. Ты, Господь всему, сошедший, воплотившийся Деву Марию. С левой стороны стоящих грешных переведи на правую. Вот это абсолютно правильно по Библии. Но я не католик, так не молился и молиться не буду. Но я это говорю. У меня, да что вы тут такое гоните? Я никому не угождаю. Вот в этом вся моя разница. Для меня авторитет Святая Библия. Но я говорю, вот посты у нас, которые четыре длинных поста, там всегда пять. Это не евангельское устроение. Нету. Но я православный. И поэтому все разговоры кончились. Я его пост исполняю, привожу ребятишек. Сметану, молоко не могу дать первый месяц. До 12 июля. Но я православный. Теперь прошу, Господи, дай мне любовь к этим постам. И Бог дал мне любовь. Я без них жить не могу. Я их не нарушаю. Но я обязательно скажу, это не евангельские посты. И поэтому, если баптисты бы сами у себя имели рукоположение, то эти посты не соблюдают. Но Великий пост из тренинг пятницы это апостольское постановление. Правило 64. Если кто не соблюдает пост, отлучается на два года. Я должен был сказать, вот эти посты, которые там рождественские, эти посты не указаны нигде. Позже. Там в восьмом веке, в седьмом. Вот это сорокадневные, это еще Афанасия. Я читаю сейчас Афанасия. Он уже о сорокадневном пишет. И о барьянах. Вот знаете, что еще? Тут вот какое чудо я вычитал. Суббота и воскресенье в Великий пост разрешается масло растительное и вино. Масло растительное. Но это уже пост, как это, ослабленный. На настоящей неделе пять дней это полностью можешь не пить и не есть. Пять дней. Понедельник, вторник, тридцать четверг, пятница. Семь недель, семь и пять, тридцать пять. И одна суббота в году, только одна после. Суббота нельзя перед Пасхой. Тридцать шесть. И с вечера новый день начинается до утра тридцать шесть с половиной. Пост. А в году тридцать шестьдесят пять дней. Запятой только переносить тридцать шесть с половиной. Затаус говорит, Бог берет свою десятину с нас. Даже в посте. Вот чудо какое. С точностью до запятой. Тридцать шесть с половиной. Хотя он называется сорокадневным. Подражание Христу в пустыне. Да, десятина тоже. Как десятина. По времени тоже, да, наверное, десятина. Что написано «отделять день Всевышнему». Это что же, десятина времени получается. Да, получается так. Какое впечатление. А дочитали до этого. То есть о кресте поняли то, что неправильно понимали. А поклоны. Ещё просто не дошёл. Ещё много чего неизвестно. Поклоны где-то фигурируют? Так, подержи. Сейчас, смотрите, чтобы вам видно было. Не знаю, видно это или не видно будет. Вот я стану, чтобы обойти. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот. А когда вы будете смотреть, мы снимаем, вам будет показывать. Теперь земной. Это я просто показываю. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Десять пальцев. Вы потом увидите, когда будете смотреть, я свою запись поставлю. Я когда в Америке был, то интересно, а один и говорит, у нас, говорит, американец здесь такой, как-то, я не знаю, то ли хирург, или кто обратился. И он стал исследовать. Ну, известно, сколько у человека хромосом, сколько, но сколько костей-то легче существует. И оказывается, в земном поклоне все сочленения доедино двигаются. Все. И когда люди делают много поклонов, у них нормально с суставами. И земное, и пальцы на ногах, и ребра, сколько можно расширяется. Плечевые суставы, все до одного сочленения у человека, шейные позвонки, и жакланические. Все работают. Даже с этой позиции и то полезно. С медицинской такой. А в этих, в толкованиях, вот в этих раннехристианских, где-то фигурирует вот поклоны, именно как, ну, вот, количество поклонов там. То есть то, что о кресте мы поняли, что там это есть в раннем, в раннем формировании только христианства. А вот о поклонах именно, там где-то... Ну, поклонах. Христос говорит, иудеи говорят, мы знаем, к чему кланяемся, а вы не знаете. И женщина, подходя ко Христу, кланялись и просила, как церковь установила. И говорит Василий Великий, мы, говорит, нигде в Писании не находим, чтобы было показано крестное знамение, как совершать. Но у нас есть предание, которое точно показано, как с первого века. это в преданиях указано. Там, в житии, допустим, я сейчас не знаю, кажется, у Ермана пастор написано в разных местах. Отревочно-то. Мы не дошли, да, я помню. А я раз знаю, мне зачем. Я знаю все святые, которые жили по-христиански, и они преподавали благословение крестным знамением. Молились так. Даже Генрих Сенкевич Камагридеши написал, и там, говорит, Петр шел в цепи на руках и благословил народ. А я был у баптистов тогда, получил Евангелие. Да не был я баптистом-то в их комнате. И книгу дали мне. И там эти слова вычеркнут. Я говорю, а что тут вычеркнут? Да тут не надо. Ну так нельзя. А они их вычеркали, прям вырезали. Да. Ясно. Так. Что еще мы хотели? Что-то. Так. Все. Ну, наверное, вроде бы так все, что сегодня хотели узнать, узнали. А вот батюшка пришел. Это мой... Так, все, Роман. Батюшка, иди сядь сюда. Отец Аким. Иди сюда. На обозрение. Поближе, чтобы видно было. Моя, наклонись вот. Под ногами дай-ка. Приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Он родной мой брат, на пять лет моложе меня. На пять лет. Как там в Потеряевке? В Потеряевке лучше всех. А у вас уже там вечер, сейчас уже темно? Не видно ничего? Да, темно, уже темно. У нас еще светло. Темно, это у нас сейчас сколько? У нас уже 7. 62 уже темно. 7 уже у нас. Ну да, уже 15 минут восьмого уже. Ну так что. Морозец хороший. Сегодня обещает до 42 градусов. Вчера мы выезжали из дома ночью 4 часа. Было 36 градусов на снегах. Ничего себе. Это я не представляю. Мы не представляли, как жара это. У нас была такая трудность. Когда у нас были тут движения в сторону Израиля, там и в поселениях и так далее. И мы тут, да ну как это? 40 градусов жары. А то и 42 там, особенно в западном берегу реки Ордана. А тут у вас там 40 градусов мороза. Вот это крайности. У нас мороз он хороший такой. Он сухой. Сухой. Я как-то был еще в юности, был в Прибалтике там недолго. Там пока 10 градусов мороза, но он пробирает, аж вот, кажется, внутренности замерзают. Глазность повыше. Да, у нас сухой. Одеваешься просто потеплее, одеваешься. Ну где-то там за ухо прищипет, за нос за щеку схватит, там потрешь немножко и все. И отойдет. Главное не просмотреть, чтобы не отморозить. А то бывает, кто-то просмотрел, побелеет сразу, белеет там нос, щека белеет. Отмораживает. Да. В каких условиях бывает. Так вот спрашивай, цены какие? Дом строить? Дом строить какой? Ну, цены. Потеряешь-ка дом. Смотри, да, строить. Смотри, какой дом. Если строить из бруса, брус стоит, значит, кубометр, шесть с половиной тысяч рублей, кубометр. Ну вот, дом какой построить, если такой там, примерно размером какой, скажем? Ну вот, молодая семья, семьи молодые. Что? Сколько человек? Пока три. Три. Да. Ну, это молодая семья только. Ну, минимум кубометров тридцать надо будет. Кубометров лесу. Это и там и доски обрезные, брус взять, все. Вот тридцать на шесть половины умножает, а сколько будет? Тридцать и маленький под ноги. Сто восемьдесят, четыре на шесть миллионов. Сто восемьдесят, да, где-то? Ну, двести. Ну, привезешь, там будет двести, может быть, там десять. Вот. Это будет только лес. Лес. Ну, остальное надо, крышу там, покрытие есть. Сегодня строить-то просто. Были бы деньги только. Того тоже, да, были бы деньги. Мы, когда начинали в девяносто первом году, то у нас не было ни денег, нигде ничего, и купить нельзя было. Мы сами делали, кирпичи из глины делали, вручную делали, вручную глину ногами мешали, солома, это саман называется. Делали, сушили, и за лето мы сделали, построили двухквартирный дом. Ну, вот, вы знаете, в девяностых годах, хотя я еще был, ну, как, отроком таким, но я помню, что в девяностых годах, вот при всем том, что было сложно-сложно, но тем не менее, все почти кто строились, они построились вот в то время. Сейчас построить это намного дороже получается. Тогда на стройке работаешь, доски привезли, кирпич привезли. Ну да, тогда, видите, на стройке можно было что-то ворованное купить, где-то там. Да даже не воровать, да, можно было брать спокойно, выписывали, у нас вот были эти, как его, коровники, всякие фермы, это все было, ничего нету. На моих глазах это все произошло, все развалилось. Фермы были, у меня там работали родственники, все, все это как бы жило, и все было просто. Какая область? В какое место? Днепропетровская область. Днепропетровская область. Украина. Да, да, Украина. А сейчас осталось две фермы на все. Равнять нельзя, но везде, может быть, было как-то по-разному, это зависело от руководителей этого местности, региона. Ну а разрушено и у вас, и у нас все разрушено. Все колхозы, совхозы, там одно, как будто Мамай, говорит, прошел. Да, сейчас все. Но в 91-м году, видите, у нас нельзя было даже купить лес. Мне нужно было, чтобы получить 10 кубометров пиломатериала досок, нужно было писать заявление в райисполком, потом сессия депутатов рассматривала, разрешить или не разрешить купить эти доски. Понимаете? А сегодня-то нет, я могу из дома не выходить, по телефону позвонил сегодня, мне нужно 100 кубометров там досок, пожалуйста, привезут, куда вам сложить их? Да, были бы деньги. только было бы, а тогда с деньгами ничего нельзя было сделать даже. Нужно было гвоздей. Да гвоздей, пришел я в магазин, там, в Сельпо, где у нас это, сельский совет, Корсина. Она говорит, сколько? Я говорю, ну, ящика два. Что вы, мне ящик дают, говорит, на месяц только ящик дают. Ну, у меня, говорит, еще осталось там, немного взяли из ящика, только так, чтобы никто не видел. Так вот, на обед она закрывает, мы подъехали на лошадь, никого нет, скорее, в телегу бросили, ну, мы рассчитались уже, чтобы никто, люди не видели, что она много продали. Понимаете? Вот как было. А сейчас, пожалуйста, бери, сколько надо тебе, гвоздей, можно, я когда пошутил в магазине, говорю, можно, если весь магазин у вас купить, но, говорит, надо посчитать все эти товары, сколько есть товаров, тогда это, посчитаем, то можно, говорит, пожалуйста, покупай. Вот так. Понятно. Поэтому построить это можно. Также нанять рабочих, у нас вот были, кто нанимали рабочих там, которые не могли сами поставить, женщина приехала одна с Новосибирска, кандидатом в медицинскую науку, она на пенсию уже вышла. Она, деньги были, как-то она сказала, она построила дом небольшой, 6 на 6 из бруса. Вот. Наняла рабочих, они буквально за неделю дом построили. А рабочих наняла, привезли откуда-то, с Барнаула или откуда там, или потеряли? Да нет, там соседняя деревня. А, соседняя деревня. Соседняя деревня, там 15 километров деревня, оттуда нет. 15? Да. Я смотрел, со спутника потеряевку смотрел, просмотрел, я смотрел, там соседняя деревня, она чуть ли не 23-30 километров, там. вокруг нас деревня, одна 10 километров, в одну сторону, в другую, от 13, где-то 14 километров, Корчино, Катниково 20 километров, Подстепное 16 километров. Это вокруг нас окружающие деревни такие, а мы как-то в середине так стоим. Разъезд 4 километра железная дорога, вот мы провожаем меня ночью сегодня, на снегоходе 4 километра до разъезда, где поезд останавливается, остановка. Хотя на разъезде нет ни одного дома, ничего нету, пусто. Просто, но остановка есть. Ну, платформа просто может, какой-то километр. Даже там и платформа нет. Но там был разъезд был. Все было, вокзал был, там люди жили. Ну, а сейчас все, там ничего нет, но остановку оставили. Они хотели закрыть, но мы здесь сразу с заявлениями и начальнику отделения дороги, в дирекцию пассажирских перевозок, теперь приемная Медведева, председатель единой партии, туда депутаты, все. Теперь у нас уже мы в расписании есть. Садимся мы, не садимся, поезд останавливается на этом месте. Все. Понятно. Потому что другого зимой у нас нет сообщения просто другого. Дорогу не прочистишь, а? Хорошее здание было, кирпичное, и мы взяли его в аренду, как бы. Потом приходим, здания нету. Ну, хорошее просто все. Оказывается, послали на другое место, они пьяные, не туда приехали, разломали бульдозером все. Ошиблись. И того расстреляли. Вот сейчас будем ходатасить, чтобы что-то они сделали, или какую-то будку поставили там, или что-то другое. Потому что приезжаешь в другой раз, может, поезд запоздал, а представьте, на морозе стоять это. Ухрыться некуда абсолютно. Ну да. Ты на таком морозе, это не проблема. Это решаемо. Раньше было труднее, сейчас легче стало. Проблема не произнеси слово. Несколько вопрос. Несколько вопрос. Трудности, да? Были трудности. Поэтому было бы застроиться, да никаких нету. Препятствий к этому. У нас вот приехал с Москвы, с Подмосковья человек, там вот строится тоже. Уже начало участок ощущать, там где-то полями заросли. Это Роман, который сейчас подходил. Это понятно. Вырубает, там уже как-то у нас, я говорю, зимой уже снег, там полметра больше, слышишь, там это пилой жужжить. Я говорю, о, жизнь идет. Да, да, да. Цель поставили. Ну, так вот. Благодарим вас за общение, не будем задерживать еще сильно. Надеемся, еще будем общаться, если вы не против. Ладно, так, через недельку. Хорошо. Спасибо большое. Благодарим. Богом благодарим. Приветствия передавайте Володе и Никите. А Никита, вот он, снимает. Снимает Никита. Я его в прошлый раз по ошибке сказал. Это украинец тоже ваш. Да. Никита, приветствуем. А ты в прошлый раз перепутал и сказал Володе. Ну, да. Ну, все, тогда отходите. Во славу Божию. Слава Божию. Сейчас меня надо узнать. Так, ребята, посмотрите. Ой, спасибо. все.